Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это первый ролик с новостями игры Prehistoric Kingdom. Давайте вкратце начнем с того, что это за игра. Для, так скажем, новичков на канале, или новичков, кто вдруг захочет приобрести эту стратегию. Prehistoric Kingdom это экономическая стратегия, в которой игрокам отводится роль руководителя зоопарка, созданного для доисторических животных. Здесь нам также придется взять на себя роль дизайнера в распоряжении у парка, огромная территория, которую можно облагородить, как вздумается. Возводить горы, разбивать леса, прокладывать реки, все это можно и нужно делать для того, чтобы животным было комфортно в их новой среде обитания. Игроки должны заботиться не только об обитателях парка, но и о сотрудниках и посетителях. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, обеспечивать бесперебойное снабжение парка всем необходимым, а также следить за безопасностью посетителей, чтобы они не пострадали при встрече с динозаврами или саблезубыми тиграми. На выбор игрокам предлагается огромный выбор вымерших существ, среди которых есть мамонты, пещерные медведи, динозавры, саблезубые тигры и другие создания, давным-давно стертые с лица планеты. Воссоздавать их можно, собирая генетический материал существ по всему свету. Отчасти крупица Jurassic World или Planet Zoo есть, но у прихисторика есть своя изюминка какая, наверное я бы предложил в нее поиграть, чтобы увидеть. Ну а для тех, кто следил за роликами наших прохождений или также в нее играет, дали информация именно для вас. Собственно, с разрешения админа группы ВКонтакте Прихисторик Кингдом я подчеркнул для вас самое интересное. Кстати, очень советую вам данный паблик группы ВК, один из первых посвященный в этой игре в ру-комьюнити, ссылки будут в описании. Самые актуальные новости именно там. Будут вопросы, можете не стесняться и задавать их администратору проекта. Погнали! Начнем с механики стадного выпаса. Механика стадного выпаса уже почти готова, поэтому появилась небольшая вероятность того, что ее успеют подготовить уже к выходу обновления в этом месяце. Благодаря этой механике некоторые виды травоядных животных, которым свойственны это поведение, будут сбиваться в стада, вместе перемещаясь по отведенной им территории в поисках пропитания. Для каждого вида будут отведены свои лимиты подобных стад или групп. По мере развития игры и социальных требований животных в дальнейшем, в таких стадах и группах будут проходить свои разнообразные процессы, начиная от соперничества самцов за самок, заканчивая целыми разборками стад и конкуренцией видовых и межвидовых групп в случае недостатка какого-нибудь ресурса. Обновление 10. Которое ждут многие игроки, новые животные. Итак, для любителей млекопитающих, ранее уже анонсировали, что в обновлении к нам придет пещерный лев и по последним данным он будет иметь два разных подвида. И один из самых крупных носорогов – Эласматерий. Эласматерий в своем арсенале будет иметь разный внешний вид, что особенно будет касаться формы и размера его восхитительного рога, потому что до сих пор идут споры между учеными о том, каким он мог быть. Но в игре вы сможете легко выбрать наиболее понравившийся вариант. Это еще не все. Вместе с Эласматерием к нам прибудет еще один носорог, являющийся лысым предком. Эласматерий и найденный в восточно-азиатских ископаемых отложениях – Синатерий. Отличное новое животное, обитающее в степных лугах. Таким образом, в обновлении 10 к нам прибудет два вида пещерных львов и два вида новых носорогов. Отметим, что в игре на данный момент уже имеется шерстистый носорог. Новые кадры от предстоящей карты Горы Канады. В обновлении 10 эта карта может похвастаться великолепными снежными видами с разнообразной растительностью из бореальных, прибрежных и луговых биомов. Плюсом ко всему, карта порадует ночью не только звездным небом, но и периодичным светомым шоу с северным сиянием. Строительство и новый стиль обновления 10. Это касается тех, кто очень любит проявлять свои дизайнерские качества в игре. В строительстве появится новый стиль каменного века, новая коллекция стилей и строительных элементов, вдохновленных архитектурой эпохи Палеолита и Неолита. Благодаря предметам, основанным на пещерах ранней жизни и зарождающейся цивилизации, эта тема действительно сделает парк похожим на доисторическое королевство. Конечно, тема новых зданий не была бы полной без новых ограждений и декоративных элементов, например, рисунки на скалах. Интересно, частоколы и каменные заборы. Ну а теперь забежим вперед. Обновление 12. В нем к нам придет милый гигант Апатозавр. Остается загадкой, почему на данный момент про животных из обновления 11, ведь там также планируется минимум 2 новых вида, умолчали и перешли сразу к 12. Но ответ может оказаться проще. Вероятно, Апатозавр был готов уже давно и просто ожидал своего часа. В любом случае, это будет первое животное из надсемейства, известного как Диплодосейдия, группы зауроподов, наиболее известных своей огромной длиной и хлыстообразными хвостами. И, конечно, в дальнейшем в этот род будет также включен всеми известный Диплодок. Цитата разработчиков. Шипами на шее в виде бронтоудара и гроздью смертоносных шипов на кончике хвоста. Эта классика юрского периода еще никогда не выглядела так хорошо. Мы только начали работать над моделью животного, поэтому сейчас можем предоставить только арт-рисунок. В общем, короче, следите за новостями, модель появится уже очень скоро. Собственно, если вам понравился данный ролик, палец вверх, подписка на канал, жми колокольчик, оставляй комментарий и вступай в группу ВКонтакте Прихисторик Кингдом. Ждете новых новостей? Больше лайков, больше комментариев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!